Это актуальное интервью в студии Сергей Мехедов. Здравствуйте! Дом Дружбы Народов имени Кулаковского организовал Декаду Русского Языка, посвященную празднованию Дня Славянской Письменности и Культуры в Российской Федерации и Международному Дню Русского Языка. Гости в нашей студии сегодня Екатерина Егорова, временно исполняющая обязанности руководителя Ресурсного образовательно-методологического центра Дома Дружбы Народов. Екатерина Евгеньевна, здравствуйте! Здравствуйте! Вот как пришла идея организовать Декаду Русского Языка? Пришла идея, не скажу, что она спонтанна, но, наверное, была под ней такая подоплека в том, что Дом Дружбы Народов уже традиционно проводит Декаду Родных Языков. Она в феврале, когда с 13 февраля Дня Родного Языка Республики Сахай-Куте до 21 февраля, тоже 7 дней, получается, Международный День Родных Языков. У нас тоже такая декада состоится каждый год. И опираясь, наверное, на указ президента Российской Федерации Владимира Путина, который говорит о сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей, и там прямо конкретными пунктами прописывает, что сохранение русского языка, исключение заимствования, исключение англицизмов, то есть пропаганды именно русского языка и российских традиционных духовно-нравственных ценностей. И вот это всё привело к идее создания декады русского языка. До этого, конечно, у нас мероприятия всегда проходили и проходят. И 24 мая День славянской письменности и культуры, и 6 июня Международный День Русского Языка, и Пушкинский день. И вот они какие-то все разрозненные, да, но пришла идея их объединить таким образом. Ну, я думаю, что у нас это всё здорово получилось. Ну вот расскажите о мероприятиях декады, что в ней входит? Мероприятия прошли превосходно. Они с большим интересом были посещены зрителями, включали в себя викторины. Они размещены на сайте Дома Дружбы, можно даже пройти сегодня их. Выставка состоялась, называется «С России в сердце». Эту выставку организовали с помощью мастеров Якутии, да, при поддержке Центра народного искусства СИМЭХ. И также на выставку привезла свои коллекционные работы наша гостья из Москвы Екатерина Бурдаева. И там была уникальная такая коллекция у неё поясов, которые сотканы, и в них прямо вытканы слова песен, слова молитвы. Вот у неё такая уникальная коллекция. Ну, помимо ещё были другие музыкальные инструменты. И, в общем, она не полетнилась, везла свои чемоданы с этими вещами. Также прошли танцевальные, музыкальные, вокальные концерты ансамблей «Вольница», ансамблей «Ирила в день». И состоялся большой... Вот мы стартовали как раз нашу декаду с концерта «Россия и петь». В нём приняли участие хор Государственной филармонии, народно-вокальный ансамбль «Русь», ансамбль хранителей старославянских песен «Имская гармонь» и вот наши гости Екатерина Бурдаева. На следующий день Екатерина провела семинар по игре на музыкальных инструментах. У нас в Доме дружбы звучали и жалики, и гусли, и калюки. В общем, мы столько всего интересного узнали, и о появлении этих инструментов, об их использовании. Ну, очень интересно прошёл семинар. Также были мероприятия по рисованию старославянской буквицы. То есть в книгах раньше, да, в славянских, первая буква, вот эта буквица, она такими интересными ажурными узорами изображалась. И вот мы хотели детей научить, показать им вообще, рассказать об этом. И нам откликнулись ведущие этого мастер-класса, да, преподаватели по технологии и мастерицы. И, в общем, провели для детей такой интересный мастер-класс. Тоже был с интересом воспринят. Ну и одно из мероприятий состоялось... Инициатором выступила общественная организация «Русская община» Республики Саха-Якутия прошёл четвёртый уже республиканский конкурс «На крыльях стерха и жар птиц». В этом конкурсе принимали участие учителя русского языка, литературы, преподавателей вузов и начинающие поэтописатели. В общем, подвели итоги и красиво, торжественно наградили победителей фестиваля. Ну и сегодня у нас замечательный концерт, называется «Русский формат». Он будет на открытой площадке «Дома дружбы» в сквере. Карл Маркс как раз туда выходят наши окна и двери. И вход абсолютно свободный с шести часов начала, поэтому вы даже тоже можете успеть прийти. И всех приглашаю. Действительно, действительно, очень много мероприятий, событий, включает в себя декада. А вот кто ещё из почётных гостей, кроме Екатерины Бурдаевой, участвовал в мероприятиях? Ну, мероприятия посетили, ну, Екатерина Бурдаева в первую очередь, да, наши почётные гости. И председатели общественного движения Ассамблеи народов республики Саха и Котия посетили министерство по внешним связям, да, руководство министерства, министр и заместитель Татьяна Николаевна Пяткина. То есть руководители так с интересом откликнулись на эту всю декаду. И даже общественное движение Ассамблеи народов, когда опубликовало информацию об этой декаде, то в общероссийском рейтинге, который проводится там, у них какой-то внутренний рейтинг Ассамблеи, Ассамблея Якутии заняла прям первое место, потому что вот такое мероприятие выявило, да, ну, очень понравилось им. Вот декада посвящена русскому языку, но в программе есть и танцы, и вот песни. Где здесь взаимосвязь? Здесь взаимосвязь самая прямая, потому что даже если вы не говорите на родном языке, может быть, вы, например, сегодня живете здесь, а завтра вы переедете в другую страну, но вы будете помнить какие-то песни, которые, например, пела вам мама в детстве, да, она пела на том языке, на котором пела. Соответственно, любой язык может сохраниться через песни, через какие-то народные пословицы, поговорки, через книги, безусловно, через сказки, и поэтому через обряды, да, в первую очередь, и, допустим, танцы, они, народные танцы, они все равно представляют какой-то обряд, какой-то праздник, да, народный. Вот так вот. И плюс это все добавляет еще, к чему мы еще стремимся, да, к тому, чтобы больше привлечь внимание зрителей, аудитории, и популяризировать, да, и славянскую культуру, и вообще вот эти праздники государственные, да, известные во всем мире, и чтобы люди о них знали. И, соответственно, мероприятия разных форматов, да, чтобы, ну, привлечь внимание и рассказать больше об этих праздниках и с одной стороны, и с другой стороны, не только книги читать, но и можно и станцевать, спеть, да, сыграть. Ну, вот Декада включала в себя множество событий. Какие мероприятия, может быть, вы отметите, которые вызвали самый большой интерес среди якутян? Самый большой интерес? Ну да, может быть, вспомните какое-то мероприятие, где вот было больше всего зрителей, может быть, вы это заметили, отметили для себя. Ну, в целом, мы посчитали вот сегодня как раз к тойской интервью, да, посчитали в целом по охвату. Это больше двух тысяч у нас зрителей и участников всего на этой Декаде получилось. Ну, учитывая то, что она впервые проводится, я думаю, что это хороший показатель, и мы будем дальше стремиться. И плюс вот сейчас то, что мы говорим, она завершается, но по ощущениям это как шаг дальше, да, вперед. То есть мы на новую ступень встаем и двигаемся дальше. У нас большие планы, и мы задружились с другими организациями, и хотим вот дальше двигаться, и сегодня, допустим, на концерте мы об этом скажем. И, наверное, из мероприятий, которые мне больше всего запомнились, самый первый концерт «О России петь», он меня вдохновил на идею о создании марафона, флешмоба «О России петь». И я хочу, чтобы по ощущениям каждого мероприятия, которое проходило, лично у меня в сердце хочется, чтобы было больше. Больше именно, в первую очередь, Декада несет в себе чувство патриотизма от любви к своей стране, к России. И вот этой вот любви мне хочется больше через песни услышать ее, и поэтому «О России петь», наверное, самое мое полюбившееся мероприятие. Ну, сегодня еще одно, посмотрим. Ну, вот Декада русского языка прошла в первый раз. Что дальше, как планируете расширять, продолжать, какие мысли появились? Да, в Доме дружбы народов сейчас мы планируем организовать такое пространство. То есть Дом дружбы народов, он всегда открыт для всех народов, да, безусловно. У нас есть сектор по работе с коренным малочисленным народом Севера, у нас есть сектор по межнациональным отношениям, мы там, вот где базируется, например, Ассамблея народов, и приходят все диаспоры, руководители диаспор. Каждая община может провести свой праздник, свое там собрание, любое мероприятие. Заключены соглашения с этими организациями. И вот, ну, открыт для всех. И, допустим, на территории, где, ну, на первом этаже там есть галерея, да, национальных культур, там есть такое имитация балагана, то есть якутского жилища балагана. У сектора коренных малочисленных народов Севера есть свое прям фойе, его в прошлом году обустроили, и там даже прям карты Якутии, там солнце такое, да, ну, в общем, красиво, атмосферно. И сейчас вот эта вот декада нам дала возможность создать вот славянское такое пространство, прям целиком, полностью расширить. То есть то, что у нас было в небольших кабинетах, да, какие-то выставки, там, коллекции и так далее, но постоянно коллекционеры тоже приносят свои работы и сохраненные какие-то интересные вещицы, прям прошло века. И сейчас, да, мы работаем над тем, чтобы обустроить именно в славянском стиле пространство, и оно, чтобы оно было и современным, то есть можно было какие-то интерактивные панели туда внести, и ребятам показывать, рассказывать, чтобы можно было потрогать, пофотографироваться, провести какие-то свои мероприятия, вот там, на фоне русской избы, там, или еще что-то, или терема, ну, в общем, такие планы у нас есть, и работа в этом направлении уже начала двигаться. А вот насколько активно национальные общины приняли участие в декаде русского языка? Ну, насколько активно, да, я еще раз повторюсь, что мероприятия на разный возраст, да, участников, поэтому они с удовольствием там где-то дети принимали участие, тоже буквицу рисовали, где-то с удовольствием песни о России послушали, сегодня вот примут участие в концерте. Еще было мероприятие у нас, этноквест по местам казачьей славы, там прям казачье общество с удовольствием приняли участие своих учеников, воспитанников, казачат привели, они, для них был прям, прям реально квест, они там проходили задания, диктанты писали и с удовольствием участвовали. Вот сегодня, можно сказать, финальный концерт декады, вместе с тем сегодня день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, то есть Пушкинский день. Какие еще мероприятия, может быть, посвятите символу русской поэзии? — Помимо концерта, который у нас будет стационарно на площадке у Дома дружбы, у нас еще команда волонтеров будет работать, и мы вечером такой мини-экспресс-викторину проведем на улицах города Якутска и спросим жителей о том, какой сегодня день, знают ли они цитаты из произведений Пушкина. Ну и всем победителям этой экспресс-викторины обязательно будут подарки. Так что погуляйте сегодня. — Ну и вот как раз-таки в завершении нашей беседы, как раз можете сейчас призвать наших телезрителей, посетить ваше мероприятие. Пожалуйста, вот расскажите немножко подробнее, что сегодня ждет зрителей финального концерта. — Сегодня будут выступать коллективы «Раздолье», будет вокальный ансамбль «Русь», будет ансамбль «Ярила в день», ансамбль «Сюрприз». И сегодня у нас прочитают стихи Пушкина ребята разных национальностей. Кстати, я не сказала про еще одно мероприятие. Это республиканский конкурс «Народы читают Пушкина», и где принимают участие дети, подростки, молодежь разных национальностей. Они читают стихотворения Пушкина или отрывки из произведений на своих языках. И вот сегодня как раз-таки вечером можно будет послушать лауреатов этого конкурса. Ну и еще к нам присоединились иностранные студенты Северо-Восточного федерального университета. И можете их услышать и увидеть в образе Пушкина. Они прочитают свои стихотворения. — Ну что ж, Екатерина Евгеньевна, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам ответили на наши вопросы. Желаем успешного проведения этого большого финального концерта, всех сегодняшних мероприятий. Ну и в будущем развитие и роста декады русского языка. — Спасибо большое. — А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова